Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра Миллер. Спасибо, что смотрите мои видео, делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь на мой канал. Я очень признательна вам за это. В этом видео поговорим о серьезном вредителе, который покушается на урожай огурцов, о паутином клеще. Паутинный клещ – это зеленовато-желтый паучок микроскопического вида. Он появляется в сухую и жаркую погоду. Обычно располагается на нижней стороне листьев и повреждает их, высасывая соки растения. Размер паутинного клеща очень маленький, до полумиллиметра. Невооруженным глазом его толком и не рассмотришь. Сначала на листьях появляются небольшие бледно-зеленые точки, похожие на укол, а затем листья становятся пятнистыми и засыхают. Паутинный клещ имеет свой ареал обитания. Самки зимуют под комками земли и в сухих остатках растений, в том же месте, где и наносят вред в будущем сезоне. Лучшие условия для развития паутинного клеща – такие, как сейчас летом. Температура воздуха плюс 22, плюс 26 и низкая относительная влажность. Места на обратной стороне листьев, где паразитируют клещ, обычно оплетены тонкой паутиной. Так и можно догадаться о том, что он живет на вашей грядке. Огурцы, пораженные паутинным клещом, не только страдают от потери соков и усыхания листьев, они преждевременно оканчивают вегетацию и плодоношение. Это значит, что вы планировали получить большой урожай, а оказался маленький. Чтобы предупредить заселение паутинного клеща на грядке с огурцами, хоть в открытом грунте, хоть в теплице, надо придерживаться определенных правил. Осенью обрабатывать почву, где был замечен клещ, с использованием удобрений, выделяющих аммиак при разложении. Это может быть куриный помед, аммиачная вода, карбамид. Аммиак убьет насекомых, которые укрылись в почве на зимовку. Также очень полезен такой агроприем, как севооборот. Сажайте и выращивайте огурцы после тех овощных культур, которым паутинный клещ не страшен и на которых он не паразитирует. Это может быть картофель и капуста. Как бороться с паутинным клещом, если он уже обосновался на ваших огурцах? А растения вовсю плодоносят и ядохимикатами обрабатывать огурцы просто нельзя. Тут на помощь придет обыкновенная коллоидная сера, которая продается в хозяйственных магазинах. Вот схема подготовки водного раствора коллоидной серы для обработки огурцов по листу от паутинного клеща. Для огурцов, которые выращиваются в открытом грунте, 20 грамм серы надо растворить в 10 литрах теплой воды и опрыскать растения по листу с обратной стороны в первой половине дня. 10 литров такого раствора серы вполне хватит на опрыскивание 100 квадратных метров площади посадки огурцов. Если же вы выращиваете огурцы в теплице и там тоже завелся паутинный клещ, водный раствор коллоидной серы следует приготовить более концентрированный. В 10 литрах теплой воды растворить уже 40 грамм коллоидной серы и опрыскать огурцы по обратной стороне листа. Делайте такие обработки тоже в первой половине дня, чтобы растения успели хорошо усвоить серу в период действия солнечного света. Также я успешно применяю водные растворы коллоидной серы для профилактики и лечения грибковых болезней на огурцах, которые расцветают буйным цветом в теплые или холодные, но очень влажные периоды лета и осени. Серу можно использовать как неорганический, вполне безвредный фунгицид, то есть препарат для борьбы с грибками. Например, для защиты от мучнистой росы, антракноза и аскохитоза. Это всевозможные пятнистости и гнили на листьях огурца. Напоследок маленький совет для тех, кто устал бороться с паутинным клещом в своей теплице. Сера тут тоже будет хорошей помощницей. Ее ближайший родственник, сернистый газ, СО2, отлично справляется с паутинным клещом и его потомством в закрытых помещениях. Такой газ получают при сгорании серы. В процессе горения неорганической серы идет обычная окислительная реакция серы кислородом воздуха и выделяется оксид серы или сернистый газ. Характерный запах сернистого газа, думаю, вам знаком. Так пахнет зажженная спичка. Сернистый газ совершенно бесцветен, он ядовит, поэтому обкуривание теплицы дело опасное. Надо придерживаться техники безопасности и использовать средства защиты органов дыхания. Если наполнить теплицу таким сернистым газом, полученным от горения серы, паутинные клещи еще долго будут обходить ее стороной. А растениям непродолжительное воздействие такого газа не вредит. Хорошего урожая! И пусть паутинные клещи забудут дорогу на вашу грядку. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok